Доброе здоровьица, мне пишут и на почту, на почту пишут, вот я разбираю, значит, какие-то советы даю и так далее и тому подобное. Ну вот смотрите, я вот прочитаю письмо, и сразу по ходу дела я буду давать свои комментарии. И сразу же хочу сказать, вы знаете, существовал огромный пласт знаний с древности, который вот как-то показывал, где там человек грешит, почему там получается, там ерунда у человеку по жизни и так далее. В настоящее время с материалистическим вот этим вот уклоном, все вот тут мы объясним и так далее, этот пласт просто-напросто отбросили, в некоторых случаях его нарочно отбросили, чтобы это и питается там со своих позиций, да это мы там что-то там таблеточкой, это мы там укольчиком, а это мы просто обрежем, отсюда мы там пересадим и так далее, и так далее. И в результате, вместо того, чтобы решить те проблемы, которые у человека появились, которые он сам себе создал, это очень важно понимать, что мы сами себе создаем проблемы, и вот эта проблема начинает переходить на материальный уровень, на уровень здоровья, здоровья нету, на уровне судьбы ничего не ладится. Но мы это не хотим решать, мы думаем, что кто-то за нас там решит там. Итак, начнем с разбора письма. Петрович, здравствуйте, меня зовут Алена. Я недавно писал вам письмо, вы его разбирали на видосике. Это хорошо. Значит, это письмо об онкологии. У меня в груди и метастазах в кости была вторая стадия. А теперь, после комиссии врачей, мне поставили четвертую стадию, но мне не сказали об этом. Наоборот, сказали, химию агрессивную делать не нужно. Нужно удалить яичники, чтобы вызвать искусственную менопаузу. Ага, якобы это вот так вот влияет. Потому что опухоль питает яичники, и она растет. Опухоль гормонозависима. Ну, так вот объяснили. Не будем спорить, так это, не так это. Ну, так. Сказали яичники, удалим, и опухоль перестанет расти, и скукожится. А вот тут, знаете, ну, будем говорить, это серьезный вообще шаг. А, как бы сказать, вот, вы какую-то гарантию даете, вы еще давайте что-то там как-то вот, 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 что в случае того, что это не будет, значит, вы понесете какую-то ответственность. Я могу вам очень многое наговорить, что керосин поможет, или еще что-то там поможет. А на самом деле, что поможет? Ну, давайте дальше. А мне придется пить несколько лет анастрозол гормон вместе с еще двумя препаратами для костей с кальцием. О, очень интересное лечение. Очень интересное лечение, знаете, и вот это называется лечение. То есть, в современных умах это вот такое у нас лечение. А этот гормон разрушает кости. И химия, которая убивает метастазы в костях, убивает и кость. Я попросил о время подумать, у меня сын после операции во рту, во рту, киста в десне верхней челюсти вырезали, кисту вырезали. А, говорю, что мне нужно недели три помочь ему восстановиться. А врач разозлилась и выгнала меня из кабинета. Она сказала, что я слишком много вопросов задаю. А как же вопросов мне задавать? Позвольте. Это касается моего здоровья. Это касается вообще моей жизни дальнейшей. Как так? Вот это трагмак, так, 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 так. А потом что? Что, что дальше? То вырезали, что вырезали и так далее. Что у них на одного человека выделяется три минуты. О, вот это как раз и отвали. Вот я вам сделал видосик про варикоз на отвали. А почему возникает варикоз? Это наследственная слабость стенки вены. А это наследственная. И отвалите, отвалите и все. А может что-то другое влияет? Я же как раз вот этот доктор Комаровский молодец. А я, говорит, не видел у детей и подростков варикоза. То есть, если бы это наследство было, уже у них это все начиналось бы. Значит, какие-то другие причины. Ну ладно. А ты-то сама. Немножко отвлекся. А я у нее отняла целых 10 минут. Медсестра вынесла мне лиц назначением. Вот вам назначение. Все знаете. Вот это, знаете, вот такое интересное, тесть говорил, пословица. Говорит, а наше дело телячее. Обосрался и стоишь. Вот примерно так. Толком не понятно, что и как, что пить. Стадию я не увидела сразу. Только на следующий день у меня началась истерика. Истерика началась, понимаете. Вот тут истерика. Ну истерика. Как бы сказать, ну истерика. Ну ладно. Истерика. Я ничего не понимая, поехала в платную клинику к онкологу. И он посмотрел на все обследование. И удивился, почему химию слабую назначили. Мне бы хотелось узнать, сколько за вот эту консультацию взял этот онколог. Вот я вам все тут бесплатно рассказываю. Урожевываю и так далее. Чтобы вы там, грубо говоря, были целы и здоровы. Не знаю, кого вы поддерживаете. Поддерживаете. Так, ну ладно. Опять. Почему домой отправили, а не положили в стационар. Химию нужно принимать под наблюдением врача, чтобы понять, как она действует. Грубо говоря, смотрите. А если человек принимает керосин, а если он принимает боеголов, а если он там принимает еще какие-то там растительные яды, которые используются для лечения онкологии. А это как? Ну, естественно, возможно, и там какое-то там это самое наблюдение там должно быть. Но вот вы можете сказать, вернее, я бы хотел узнать, какая разница между вот этой химией, которая травит опухоль и весь организм, и, допустим, грубо говоря, тем же болиголовом, который также травит опухоль и вредно воздействует на организм. Что дело там в дозировке? Ну ладно, пойдем дальше, пойдем дальше, пойдем дальше. Так, вовремя интоксикацию снимать. Сказал, что надо принимать дополнительно. И тут же сказал, что у меня все очень плохо. И лечиться уже поздно. Сказал, что это все лечение окончательно разрушит скелет, и мне придет капец. И мне придет капец. А что ж это за лечение такое, которое разрушает даже скелет? Ну что это за лечение? Вот вообще никаких альтернатив нету. Вот только вот одно и все. Доктор Симони Мончини, по-моему, который там с помощью этой соды там говорил, что я лечу любой рак на любой стадии. Тулио Симончини, вспомнил. Тулио Симончини. Либо через месяц, либо через год или два. Еще сказал, что удаление яичника не гарантирует. Вот видите, одни говорят, надо удалить. И возможно, там на этом они кое-что там подзаработают, за операцию там будет платиться. Не обязательно, операция может быть бесплатная для пациента. А квоты, которые выделяет государство, вот оттуда там можно эти денежки взять и хорошие взять. Ну, у меня такие мысли. Так, примерно на этом. Что опухоль не будет расти дальше, то есть гарантий нет. Я поплакала опять после визита к врача. Я в полном отчаянии. Далее. Я сама виновата, что случился гормональный сбой у меня и повлек возникновение онкологии. Ну, так ли это? Гормональный ли сбой к этому привел? Вот знаете, вот у меня так вот. Гормональный ли сбой или нет? Гормональный сбой легко и просто решается, если вы поголодаете. То есть вы, как бы сказать, перезагружаете свой компьютер. Вы его перезагружили во время голодания. Я думаю, недельки две, ну, максимум три, и у вас вот это все это, гормональные все это сбои придут в норму. Ну, давайте дальше. И Павел Канкаловый, потому, ага, а вот, а вот самое главное, потому что лет пять назад я сделала аборт, и через год у меня обнаружили шишку в груди. И вот тут-то мы, так сказать, собака и зарыта. Вот представляете, вот представьте себе, представьте себе. Вот вы должны родиться, прожить жизнь и так далее, и так далее, и все. Вот, значит, ждете, будем говорить, вот попали в матку, все, вы там развиваетесь, и так далее, и так далее, и так далее. Все это. И тут только раз вас выгребают из матки, выбрасывают, и все. То есть ваш жизненный цикл, он еще не успелся начаться, а вы его, его перечеркнули. Причем, грубо говоря, вот тут мы начинаем пользоваться вот теми вот знаниями. Грубо говоря, жизнь дает не мы с вами, а нам дали жизнь. Нам дали оттуда жизнь. И мы-то и пользуемся вот этими все, как бы сказать, и жизненной энергией пользуемся. И, грубо говоря, то, что сделало форму, форму, не мы же сделали форму человеческую, а нам ее дали. Нам дали тело. Ну, дальше можно так, не это. Вот главные вещи. Нам это дается оттуда. А мы, как бы сказать, пошли против жизнедателя. Против жизнедателя. И что мы хотим? Ой, гормональный сбой там сбился, там еще что-то там у нас там. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. То есть мы сделали, если, знаете, вот интересно, вот эта вот фраза, которая говорится. Без воли Бога ни один волосок не упадет с вашей головы. А если с вами случилось что-то серьезное, значит на то имеется колоссальная причина, которую вы породили. Ну, вы взяли и перечеркнули ту жизнь, которая должна через вас идти. Вот через нас все это проходит. Раз. И что? И что? Что вот тот, который все это дает? Как он на нас посмотрит? Как он на нас посмотрит? Так что тут удивляться, гормональный сбой и там это. Тут не в этом надо искать, а надо вот эту проблему решать. То есть грех, который совершен против жизнедателя, вот его надо как-то загладить, если вы хотите жить. Я лично так рассуждаю. А не то, что я там буду голодание у вас вести, керосин вам там говорить, вот так принимать, или еще там что-то, или прочее, прочее, прочее. Вот оно основное, что надо решить. Вот это. Ну, пойдем дальше, пойдем дальше, пойдем дальше. Но так как я врачам не верю и не доверяю, мне никто, опять же, толком ничего не объяснил, не напугал, что беги быстрее к онкологу. А так написали, что рекомендована консультация онколога и отправили домой. Вы представляете, вот разница, о чем я вам только что сказал, и то, что вот бытует к онкологу, он вам решит все проблемы, туду-туду-туду-туду-туду-туду-туду. Так, да? Было написано, что там фиброзная кистосная мастопатия, и я успокоилась. Я в полном отчаянии собираюсь сделать несколько длительных голодов. В полном отчаянии собираюсь сделать несколько длительных голодов. Если выдержу, конечно, я очень хочу, чтобы мне голод и уринотерапия помогли. Знаете, вот пусть это как-то может быть больно будет для Алены звучать и для других, Но не голод и не уринотерапия здесь главные помощники. Несомненно, они что-то могут сделать. Несомненно. Но главное – это осознание, что вы сделали, и понимание, что надо сделать, чтобы это как-то ликвидировалось. То есть вы должны, вот смотрите, такая вещь, доказать жизнедателю, что вы достойны последующей жизни, что вы что-то сделаете полезное для него, для Творца, который всё это создаёт. То есть он создаёт, а вы представьте, насколько он может, грубо говоря, разозлиться, если вы мешаете ему творить. Он обладает гораздо, несравнимо, больше, будем говорить, потенциалом, силой и так далее, и так далее, и так далее. И мы для него, ну, меньше, чем вирус против нас. Мы ему помешали в его, грубо говоря, планах, мы вмешались и что-то сделали. Та душа, которая должна была через вас воплотиться, она должна что-то, возможно, сделать такое, этакое. А мы это и убрали. То есть ни голод, ни это. Насколько я, так сказать, это до вас доступиваюсь. У меня последняя надежда, но мне так страшно. Вы знаете, вот не хочу показаться каким-то таким, таким какой-то неприятным, неприятным человеком, который вроде как злорадствует. Мне страшно, мне страшно. А представьте себе, вот, в материнском организме душа, ну, которая воплотится, она вроде бы защищена матерью. Матерью она вот воплотила, сколько я ждала времени для того, чтобы вот воплотиться вот в этой вот всей. А тут ты смотри, тох, тох, ну, к чему, к чему, знаете, кому не доверять, как матери? Кому не доверять, как не матери? И вот это доверие, в этом вас обманули. Насколько ужас, насколько, я не знаю, вот это, понимаете, непонимание, ужас и... У меня не хватает эмоций, не хватает слов, чтобы это высказать, когда мать удаляет будущую жизнь из себя. И при этом думает, что все нормально будет, я там тара-та-та-та-та-та. А вот эти законы, знаете, вот есть законы, которые действуют. Законы, установленные творцом жизни, они действуют. Если вы совершили, ну, то вы тут, знаете, это самое, насколько вы тут нужны уже вообще со своими вот этими мыслями, со своими вот этими вот это самое, хотелками и так далее, и так далее. Зачем вам жизнь? Женщине жизнь дается для того, чтобы она дальше жизнь дала, если оно получилось, если в вас уже вложились семя, которое развивается, а вы его рубите. А? Зачем? Нужна. Кто-то проскакивает, грубо говоря, делает аборт один за другим, а вот кто-то не проскакивает. И насколько это, ну, ладно, не будем говорить, мне страшно. Ну, рассказывал про страх, да? Еще родственники со всех сторон орут, иди лечись у врачей. Знаете, родственники – это отдельная, можно так сказать, песня. Они ничем тебе не могут помочь, ничего. Они вот только, вот, иди лечись, вот это то, делай, сё делай, пятое, десятое. А если ты, вот, обратившись к врачам и получив такие, будем говорить, это самое, отворот-поворот, да, и что-то предпочитаешь сама сделать, они тут тебя еще загнобят. И поэтому тут получается, вот опять-таки, видите, вот простой аборт – удар по судьбе и по здоровью. По судьбе и по здоровью. Сначала по здоровью, хлистану, сейчас по судьбе, ну, о материальных вещах тут уже, не знаю, как уже дальше так. А у меня депрессия сразу, и слежи, и страх ужасный. Как начинаю думать про лечение традиционной медицины, начинаю читать вашу книгу по онкологии, сразу легче. Видите, страх ужасный, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. А где же страх был? Вот знаете, вот когда человеку не прививаются нужные знания, и он думает, да, я то сделаю, я это сделаю, я пятое сделаю, я сяду. Да, хрен с тобой там, делай там все это такое. А потом, когда вот такие плоды, ох, 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 и он не понимает, он даже не понимает, что это ты посеял семечку своим поступком. А теперь пожинаешь плоды. Вот тогда должен был страх и ужас. Так, успокаиваясь, и появляется надежда, что я вылечу себя сама. Вот запомните, я в который раз говорю, что такое болезнь? Болезнь, которая дается человеку, это своеобразный урок того, который ему говорит, слушай, да ты делаешь многие вещи неправильно. И пока ты молод, здоров, ты там можешь вот это вот и питаться по-разному, и то сделать, и все делать, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, грубо говоря, по-маленькому там решить, против своего организма так. Ну, где-то там и по-большому можешь решить, но пока все сходит с рук. А потом только тебе, знаете, такая, опачки, прищучили. И ты думаешь, что сам ты можешь все это тут сделать. Так вот, болезнь дается для того, чтобы ты так, ага, сел или лег, и здорово задумался о своей жизни. А так ли я живу? А то ли я делаю? А почему у меня вот, вот почему я заболел? Еще разок я хочу сказать, вот это вот все мы пропускаем мимо уши. Без воли Господа, Творца, ни один волос не упадет с нашей головы. Ни один, понимаете, вот. Настолько это все четко действует. А если мы что-то сделали такое, то мы должны задуматься, Господи, а где же я тут накосячил, да? Как же мне исправить это все? Как же вот, я хочу вот, вот я хочу жить, ну посоветуй мне, что исправить и так далее, и так далее. И вот тут как раз и подмечено было, что есть такое средство. Называется этот самый, не завет, ну сейчас вспомню, я скажу. То есть ты говоришь, Господи, Господи, я сделаю то-то, 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 чтобы выздороветь. И начинаешь делать. И начинаешь выздоравливаться. Не за рог, не за вет. Ну такое слово, видите, древнее слово, которое применяли. А теперь оно уже не пользуется в нашем обиходе. Вот это вот. То есть ты заключаешь с Господом соглашение, согласно которому, что ты за вот этот грех, который ведет тебя к смерти, ты готов сделать то-то, 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 чтобы этого не было. И ты начинаешь делать. Обратитесь к древним. Как раз они об этом очень много толкуют. Так, вылечу сама. Так вот, вылечите не сама, а вам позволят это сделать. В зависимости от того, насколько вы искренне будете в своем желании исправиться. Осознать свой вот этот косяк, что вы совершили. По-простому грех. И его исправить. Его исправить. И тогда на это исправление, опять-таки, вам дадутся силы, вам дадутся продление жизни. Даже средства могут даться на это. Чтобы вы это исправили. Удивительно. Обед это называется. Вспомнил. Обед. Вы даете обед, что я сделаю то-то, 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 то-то. Господи. И все это, знаете. Ну и вот слезы от страха льются. А тут слезы должны палиться от осознания и понимания и умиления того, что вас могут простить. То есть душа очищается слезами. Я бы там много говорил. Вот это-то-то-то-то. Все это пробрасывается. Все. Генка, он тут с мочой возится. Он там какой-то придуражный и так далее. Хотя он, по-моему, фишка заметила. Петрович много таких вещей нужных говорит. Да все мимо. У песочек. Слушаем кого угодно. Кого угодно, который скажет. Вот от онкологии там вы керосин попьете. Вы там, там, этот самый, нафталин поедите. Есть такие методики. Вы еще что-то сделаете. Боли голову и так далее. И так далее. Кроме основного. Петрович, были ли такие случаи с метастазами в кости, чтобы вылечивались люди голоданием? Да люди вылечивались и без голодания осознанием того, какие ошибки они совершили. И как они правильно поступили с, будем говорить, вот, дав обед, сделать то-то, то-то, то-то. Огромное количество вообще этих самых примеров есть. Ну, это все куда-то ушло, куда-то ушло. Ну, надо что-то там другое. Или разницы нет, где метастазы находятся, голод их везде достанет. Голод в любом случае, когда человек начинает голодать, я об этом тоже говорил. Вот вы накосячили то-се, пятое, десятое, там, это самое. И вы уже говорите, Господи, я вручаю себя на Твою волю. Я буду голодать, и Ты даешь мне жизнь, Ты даешь мне силы, Ты даешь мне жизненную энергию, Ты мне все, что ты даешь. Вот, вручаю целиком и полностью свои руки и буду говорить, сделай со мной все, что хочешь, если погибну, на все Твоя воля. Если, значит, буду здоровый, опять-таки, ну, я, по крайней мере, Ты тут открыто действуешь. Вот, насчет голодания. Это интересный феномен. Ты вручаешь себя. Но вручить надо еще вот с таким посылом, пониманием. Для чего ты это делаешь? Голод в метастазы достанет. Я сейчас уже месяц пью свекольно-яблочный сок ежедневно. Ну, да, он там помогает. Я писала, что за январь провела четыре голодания коротких пока. Пью две недели урину по утрам. Несколько дней втираю в пораженную участок упаренную урину. Ну, это, знаете, все равно, что, вот, как бы сказать, вот это лечение, знаете, когда человек, опять-таки, пытается, вот тот случай по удалению, значит, жизни, которую дали. А решить какие-то там вещами. Там опухоль или еще что-то там сделаем, или еще что-то там сделаем. Там может, знаете, что стоять? Там может стоять, как бы сказать, энергетическая матрица, которая вот это все это делает. А энергетическую матрицу разрушить очень трудно. В смысле, вот такими вот вещами там, ядами там и прочим, прочим, прочим. А тем более упаренной уриной и так далее. А сегодня первый раз намазала все тело упаренной уриной и помассажировала пораженные участки. Около часа так, а потом смыла водой теплой. Геннадий Петрович, вы, ваши книги, всю мою жизнь, для меня спасение от разных болезней. Я благодарна вам за труд, я отправляю вам благотворительные взносы, еще отправлю. Значит, я, конечно, приветствую вашу благотворительность на то, чтобы вот канал как-то, ну, жил. Потому что, будем говорить, вот эти все телевизионные каналы и медицинские передачи, которые, они крутят свое. А вот то, что для вас именно, именно. Ну, и чтобы вы еще понимали, я все-таки работаю не для того, чтобы вот как больше благотворительности вы мне там дали. Это на ваше усмотрение. Я вот делаю, что могу, грубо говоря, то и делаю. Геннадий Петрович, я вообще человек сильный психологически. А плакали чего? Но сейчас мне очень страшно. Вот этот страх, который в вас, это сразу же и лечение. Вы должны осознать, насколько ужасно было уничтожение будущей жизни в вас. Насколько это ужасно и мерзко это было. И теперь вы это испытываете сами. Что это все используют для того, чтобы осознать, как вы неправильно поступили. И что вы должны сделать для того, чтобы, чтобы... Я хотел попросить вас стать моим наставником во время голодания моих. Ну, пожалуйста, чем смогу, тем я помогу. Кратко по делу буду, кратко по делу, не более того. Мне так будет спокойнее. Ну, пожалуйста, знаю, что я могу обратиться к вам за советом, написать. Может, вы посоветуйте что-то, какие-то явления, происходящие со мной на голоде. Мне быстро объясните, ну, это я смогу сделать, что происходит на голоде. Но я сейчас объясню самое главное, самое главное. Успокойте. Я вас очень прошу, помогите мне, пожалуйста. Будьте на связи, не бросайте меня. Вот видите, вот эта вот фраза, бросайте меня. Важно, чтобы вы сами себя не бросили. Более того, как вы можете, вот как-то, знаете, кто-то вас там бросил, и еще. Пока есть в вас жизнь, вы связаны с Творцом. Вы связаны с Ним, с Творцом. Главным жизнедателем и лекарем. И вы можете сделать все, если вы умело будете с Ним взаимодействовать. Умело. Мне, правда, очень страшно, и я очень хочу жить. Вот эту фразу, вот эту фразу. Опять-таки, знаете, вот вам придется, если вы правильно осознаетесь, вам придется очень много плакать. Ваш будущий ребенок очень хотел жить. Возможно, даже больше, нежели вы сейчас. Я множество роликов ваших посмотрел и статей прочитал. Но во время голода мне бывает очень плохо, и сил нет читать. Искать, пересматривать, что-то подзабылось. Вот я и написал вам, а вы мне проконсультировали. Можно ли просить вас об этом? Будьте моим наставником, пожалуйста. Боюсь, что мне одной будет сложно, и страх будет блокировать выздоровление. Помогите мне, пожалуйста, выздороветь. Умоляю, это мой последний шанс. Шанс у человека, шанса очень и очень много. И все не упираются, знаете, вот как вы поведете себя с творцом-жизнедателем. Который вам дал, вам дал жизнь, вам дал тело, вам дал возможность дышать, вот это вот думать, жевать и ходить в туалет и прочее, прочее. Он вам дал. Вот к нему-то, вот это вот все. Обед. Ну и, как говорится, знаете, можно рассусоливаться. Вот примерно, вы подумайте, как я там рассказал. Рассусоливаться так, всяко, вот когда это тебе не касается, лично. Но, как говорится, нечто подобное было и со мной. В 1996 году у меня должен был родиться в семье четвертый ребенок. Жена была беременна, там. Я узнал, обрадовался, хорошо, уже и дом был, и все, понимаете, какая-то душа готова была воплотиться через нашу семью. Не ставя меня в известность, жена сделала аборт. Якобы там сбилась спираль, это могло повлиять там на беременность, вот. Хотя спираль вынули, да и все. Куда там она там улезла, там, в матку? Ну, короче, вот это вот. Ну и все. И мы, ги-ги-гага, поехали в Ялту отдыхать. Возвращаясь с Ялты в последний день, у нас сперли сумочку с билетами авиа и со всеми паспортами на всю нашу семью. То есть нас к ядрене фене стерли уже. Приехав домой, то и все, 5-е, 10-е, я там купил машину, тогда возможность была такая. И представляете, вот примерно вот в это время, где-то в февраль как раз, на гололюде, я на ней разбился так, что за малым не... Это уже 97-й год, что за малым, значит, Богу душу не отдал. И я так просто, я прикинул, как раз вот в это время должен был тот ребенок родиться. Вот такой подарочек преподнесли. Но, как говорится, что делать? Что делать? Вот, что мне делать? Я вот почувствовал, что я тот ответственный. Я тот ответственный. Значит, запомнили, 97-й год должен был родиться ребенок. В 2000 году в Петербурге я встречаюсь с одной женщиной, которая так смотрит, знаете, в воду. Ты ей задаешь вопрос, и она тебе отвечает. Вот, и я там ряд вопросов задал, так, всякие, пятое, десятое. И задаю такой вопрос, а дети у меня еще будут? Она говорит, будет. И я обрадовался, ну, хорошо, думаю. И добавляет, от еще незнакомой женщины. Год в тысяча, десятый, я встречаюсь с этой женщиной, незнакомой. И знаете, вот, как-то трудно это все передать, что я готов бросить семью, дом, все, 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 все сбросить. Вот с ней быть, и чтоб, значит, родился ребенок. Ребенок родился в 2011 году, и до сих пор я, естественно, помогаю семье по мере возможности. Сначала это, значит, очень хорошая помощь была, так как я работал на телевидении. Сейчас она гораздо скоромнее, но, тем не менее, она есть. Естественно, не то, чтобы скандал произошел, а произошел такой крайне неприятный разговор, который, знаете, трещину создал в нашей семье между супругой и между детьми и мной. Но я пошел на это, дабы все-таки показать, вот как я сейчас вам говорил, что я не балабол, а именно делал. Родился ребенок, помогаю средствами, не так, конечно, как хотелось бы, но вот такие вот вещи. И можно сказать, можно сказать, я до сих пор живу. А так я бы не знаю, что там было. Вот эта авария, знаете, как бы сказать, да, авария, а ну что, на гололюди машину там занесло. И ряд последующих вещей могли привести совершенно к другим результатам. И вот когда вот это все вот понялось, осозналось и более того притворилось в жизнь, ну, какой-то шлиф, знаете, недопонимания и какой-то ущербности вот остался. Ну, мы живем вместе с супругой. И тут не надо говорить, что она там простила или еще что-то, еще что-то, еще что-то. Я не настаиваю на своем, а я просто уверен, что я сделал то дело, которое уже касалось лично меня. Мне надо было это сделать. Потому что я не спросил, не настоял, ничего я там не сделал так это самое. Пустил это все на самотек, что этот самотек вот так вот аукнется. Вот. И что сказать? Умоляю, пожалуйста, выздороветь. Чтоб вы понимали, с кем вы будете работать. Да, я что-то могу подсоветовать, сказать, то есть все, пятое-десятое. Ну, я не жизнедатель. Я так, светоч народной медицины и здорового образа жизни. Вот. Вот такие вот дела. И в то же время, если человек просит помощи, я говорю, я буду кратко все делать. Все кратко как-то там на этим, особо не это. Не мямлить. Вот. Я не буду отказывать. Потому что отказал кому-то, а все мы, люди, являемся сыновьями и дочерьми Творца, отказал этому человеку, тем самым я отказываю Творцу. И он создаст такие ситуации, знаете, ситуации создаст, что и мне откажут. Поэтому кратенько все я вот веду канал, рассказываю, разъясняю и так далее, и так далее. Причем рассказываю такие знания, о которых уже их нарочно искоренили. И чтоб вот таблетками, этим, этим, этим лечились. Ну, я надеюсь, вы поняли. Вот, поняли меня. Так вот, немножечко поговорим о благотворительности. Все люди во все времена поддерживали добрые, хорошие начинания. И если вы чувствуете, что моя работа приносит пользу, проявите свою благотворительность на развитие вот этого дела, которое помогает. Потому что о здоровом образе жизни, настоящем, таком, каким он должен быть, без разного рода пилюлики и прочих-прочих, никто не говорит. Только здесь, на канале. Об этом полноценно во всем объеме и углубленно рассказывается. Проявляйте свою благотворительность, щедрость, какую вы можете сделать. С уважением и пожеланием доброго здоровья.